Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об экстрасенсорике. Так уж случилось, что за последнюю неделю в мою жизнь пришло сразу 5 экстрасенсов. Все люди необычайных способностей. Средом из них я общалась в Вайбере, в Ватсапе, встречалась в жизни. И так получается, что ты начинаешь общаться с человеком, у которого развита какая-то экстрасенсорная способность. И вдруг оказывается, что у нас разная терминология, у нас разное понимание процессов, казалось бы, внешне. Но в то же самое время мы говорим об одном, мы проявляем одно и то же. Мы живем очень близко, сходно по духу. И понимаете, при этом есть какое-то время, которое уходит на то, чтобы с человеком начать говорить на одном языке, чтобы подстроиться, чтобы вот как-то вникнуть в суть. И вдруг, когда ты находишь вот этот момент, где у нас разные системы миропонимания, вот этот ключик находится, и раз, и складывается тогда полноценное взаимодействие. Я задумалась, почему так происходит. Вот мы идем, например, в школу. Все учатся примерно по идентичным программам. Даже в разных странах. Взять Россию, Белоруссию, Украину. Примерно идентичные школьные программы. Первый, второй, третий, четвертый класс. Десятый, одиннадцатый. И кто-то учится в частной школе, кто-то учится в гимназии, кто-то учится на домашнем обучении. Кто-то делает акцент на литературу, кто-то на физику, кто-то на математику. Казалось бы, все такое разное. Но при этом люди встречаются, поступают в ВУЗ, и у них нет такой существенной разницы, когда им надо находить какие-то компромиссные точки для взаимодействия. Знаете почему? Потому что вот в этой программе она принята обществом. И люди не отрицают, например, те, кто углубился в изучении литературы, никоим образом не отрицают то, что в его жизни должна присутствовать математика или физика. Они все равно ее как-то изучают для того, чтобы иметь какую-то базовую часть, для того, чтобы быть просто развитыми людьми, просто образованными людьми. Это в обществе и принято. Это нормально. Все, что касается экстрасенсорики, то так получается, что, например, я могу насчитать, ну, будет больше десятка школ, таких из крупных школ экстрасенсорных в Минске. И вы знаете, самое интересное, что каждая школа, вот с кем бы ты ни начал взаимодействовать, она отрицает другую школу. Она отрицает вот тех, кто занимается увлечен, например, энергетикой, энергетическими практиками и строит свои экстрасенсорные способности на них, они будут отрицать тех, кто работает со знанием, с менталом, или со снами, или с картами, или с архетипами, или... Неважно, неважно. Более того, идет раздрайв те же самые психологи, которые... Особенно именитые психологи, которые умудрились защитить кандидатскую диссертацию, как минимум, да, они вдруг уходят в ключ такой, что они очень важные, они очень значимые для общества, а все остальные... Вы же понимаете, это элементы работы с собой, это элементы работы с состояниями, это элементы работы с гордыней, с уважением, с отношением и так далее. Это все идет на проработку. Человек в таких случаях будет меняться. Но единая какая-то база в экстрасенсорике, для чего я и захотела снять этот ролик, единая экстрасенсорная база, она должна быть. И ни в коем случае человек не может отрицать... Литература не может отрицать математику, биология не может отрицать химию и так далее, либо же рисование, либо танцы. Понимаете, это все есть. Это все есть, и это все надо принять как варианты, каким образом может развивать свои способности человек. Более того, это еще каким-то образом надо соединить с объективным восприятием, с тем, что известно науке, потому что так уж принято, что экстрасенсорика – это чушь, а наука – это не чушь. Подождите, у нас очень много вещей, которые строятся на эффекте плацебо, который до сих пор не объяснен. Это механизм, заложенный в психике. Но на нем есть хорошие результаты, и они могут быть повторяемыми, но это никогда не будет отнесено к науке. Поэтому я за то, чтобы объединять и извлекать зерно, которое поможет нам взаимодействовать, уважительно относиться друг к другу и иметь результаты в этом проявленном мире. Не более и не менее. Когда-то такую задачу мы поставили в нашем проекте, и одна из целей, когда я формировала тот же свой курс по экстрасенсорному восприятию, это объединить все, дать какую-то базу, какой-то алфавит, исходя из которого абсолютно любой человек сможет понимать, о чем говорит другой экстрасенс. Не слушать, раскрыв рот, и говорить, «А, вот этого я не знаю, бежать туда, побежали туда, там много вкусного». Нет, а понимать, вот это он об этом, вот это об этом, вот это об этом. А оно вот так работает. Сами механизмы. Для того, чтобы понимать сами механизмы, должны быть какие-то базовые моменты в человеке, понимание, как это работает. Из тех моментов, которые я считаю ключевыми, на которые имеет смысл опираться любому человеку, занимающемуся экстрасенсорикой. Во-первых, это изучение и четкое осознавание механизма работы, как у нас работает торможение, механизм работы с состояниями, как у нас работает механизм внимания и механизм наблюдения. Это все вот такие четыре столпа, которые имеет смысл просто рассмотреть и в виде, хотите схем, у кого аналитический склад ума, хотите в виде привычек, у кого развита тактильная чувствительность, хотите, как хотите, встроить в свою жизнь. Вот приведу маленький пример, например, работы механизма внимания. Поймут мужчины и те женщины, которые умеют кататься на мотоцикле. Ну вот смотрите, если вы учитесь катать восьмерку, да, на мотоцикле, и вы смотрите, как стоят фишки, и если вы едете, и взгляд не перенесли вперед, а зацепились взглядом за фишку, просто оперативным зрением за фишку, что будет? Нет, сто процентов вы ее собьете. Почему вы ее собьете? Потому что каким-то образом сигнал из оперативного зрения переходит на периферийное, и ваше тело на инстинктивном уровне выстраивает траекторию движения так, что вы эту фишку цепляете. Это механизм, который, психический механизм, который завязан на инстинктивную реакцию. Да? А теперь смотрите, а теперь вот смотрите, механизм моделирования реальности. Казалось бы, причем тут моделирование реальности к катанию на мотоцикле, да? Для того, чтобы смоделировать что-то в своей реальности, вы сперва концентрируете на этом внимание, потом совершаете какие-то действия, и потом это приходит в вашу жизнь. И чем не моделирование реальности в катании на мотоцикле, да? Имеет место быть. Разница лишь в том, что фишка уже проявлена, да? И вы за ней зацепились, за физический объект. И дальше идет чисто инстинктивная реакция. А в моделировании реальности вот эта вот та вещь, которую вы хотите смоделировать, или тот событийный ряд, который вы хотите смоделировать, еще не проявлены. Но вы же можете зацепиться за его образ, за его состояние, и прогнать это через тот же механизм в своем теле. Вот вам жизнь, и вот вам экстрасенсорика. Скажите, сильно отличается? Я вот за эти вещи. Но когда вы понимаете, как вот эти механизмы, как вот эти вот шестеренки крутятся, у вас это все начинает работать. И когда вам будут говорить, что это ерунда, или там вот это отрицает это, вот это отрицает это. Нет, у вас есть целостный подход. Вот этот целостный подход, вот эту базу, имеет смысл в себе выстроить. И вот смотрите, самое интересное, что вся вот эта база, она строится на гипнозе. И вот буквально давеча я общалась с человеком, когда человек занимается регрессивным гипнозом уже очень-очень много времени, но при этом терминология вся экстрасенсорная и полное отрицание гипноза. Как такового. Для того, чтобы грамотно говорить об каких-то экстрасенсорных вещах, все равно их надо привязывать к физиологическим реакциям. Все равно никуда вы не денетесь от таблицы каткова, дорогие мои, все равно это надо изучать. Все равно вы никуда не денетесь от изучения состояний. Все равно так или иначе придет глубинное осознавание, что то, что вы считаете гипнозом, ограничено, например, только директивный вариант или только варианты разрыва паттернов. Это не только говорит о гипнозе. Есть очень много гипнотических, трансовых, измененных состояний сознания промежуточных. И это все гипнотические состояния сознания. Это все трансовые состояния сознания. Просто их так или иначе надо включить в свою жизнь. И регрессивный гипноз не обязательно должен вестись в директивном ключе. Человека можно вести вопросами, можно идти за человеком. Это все варианты постановки в театре под названием гипноз. Но когда у вас есть сам театр, когда у вас есть понимание, а когда он может быть? Он может быть только тогда, когда вы этот опыт прожили. Понимаете? А для того, чтобы прожить, надо тупо взять и потратить время на то, чтобы отработать техники. И в какой-то момент, когда вы уже можете, у вас уже свободная льется речь, у вас уже свободная работа с клиентом, и вдруг вы понимаете, вау, я же могу. И вдруг границы расширяются. И тогда чем отличается гипноз, когда человека садят в кресло и машут, делают пасыпами с меру, от варианта, когда человека ставишь на гвозди 30 секунд и осуществляешь всю программу закладки информации в нужном ключе, заранее согласовав с человеком, что он хочет. На успех, на счастье, на определенную смену инстинктивных каких-то моментов. И ты в его речь грамотно встроил, подготовился 30 секунд, все, процесс пошел, и не надо полчаса махать руками. Но, глядя внешне, один стоит на гвоздях, другой сидит в кресле. Вот тот, кто в кресле, это гипноз, а тот, кто на гвоздях, это не гипноз. Господа, это все театр, театр моделей. Базу, 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 базу. Я за базу, для того, чтобы, когда экстрасенсы между собой общаются, они могли общаться на нормальном языке. И не только экстрасенсы, и психологи. Психологи сегодня без сенсейт-варианта психологии, без чувственного варианта психологии, далеко не убежишь. И еще один такой аспект категоричности, который очень часто присутствует в экстрасенсорных кругах. Чаще всего он связан с видением. Почему-то ясновидение, оно считается доминирующим каналом. Я на эту тему даже снимала отдельный ролик, если захотите, найдете, как это все работает. Почему-то именно ясновидение считают доминирующим каналом. И если ты видящий, значит, ты экстрасенс. А если не видящий, ты не экстрасенс. Вообще само понятие экстрасенс – это развитое сверхчувственное восприятие. Сверхчувственное – это значит задействованы чувства. И значит, задействованы каналы восприятия. И будет меняться частотный диапазон восприятия. А у нас шесть каналов восприятия, пять, с которыми мы можем работать сами. Шестой канал – вестибулярный аппарат, не интуиция. Интуиция отдельно. Это не канал. И когда мы говорим о развитии, например, аудиального канала, визуального канала, тактильного канала, вкуса, что у нас еще запаха. Вот эти пять каналов мы можем расширять. И ясновидение – это всего лишь один из каналов. И он доминирует у совсем небольшого количества людей. И он наиболее активно подвержен влиянию программы ума. Наибольшее количество людей все-таки идут через тактильный канал. И меньше всего подвержены программам ума канал вкуса и запаха. И вот смотрите, если мы сконцентрируем внимание и будем называть и принимать информацию только по каналу видения через образы, то мы очень резко снижаем ее информативность, мы ограничиваем себя. Потому что мы резко урезаем объем поступаемой информации. Более того, эта информация очень часто не объективна. И она никоим образом не соприкасается с жизнью человека. Конечно, можно объяснить, особенно если вы работаете в регрессивном гипнозе, что это из твоей прошлой жизни прилетело. Какая разница, откуда оно прилетело? Из прошлой жизни твоей или из информационного поля как образ под твою проблему? Главное, что подсознание выдало что-то. Главное – это правильно отработать. Главное – правильно дешифровать эту информацию, если она появилась через образ. Но дело в том, что когда вы используете все пять каналов восприятия, то зачастую информация приходит в виде внутреннего знания. То есть тогда она поступает из области сердца, и тогда вы знаете. Тогда вы просто знаете, и вам не надо объяснять. И варианты, каким образом включать вот эти моменты поступления информации, например, в утренние часы и так далее, это все человек может осознанно натренировать и использовать в дальнейшем жизни. Я не просто так это все говорю. У меня вышла книга на эту тему, где просто практически достаточно сложно она написана, потому что там 125 страниц очень плотного по информации текста. Те, кто ее читают, они говорят, что больше 10 страниц за раз прочесть невозможно, потому что кипит мозг. Я понимаю, ее надо в два раза как минимум разбавить анекдотами и так далее для тех, у кого мозг не держит и кто не работал с состояниями. Но если вариант прочесть, можно прочесть. Вариант отзаниматься, можно прийти взять на курсе за достаточно короткий срок, когда в голове начнет укладываться вот эта база. Все равно потом дочитывать придется. Но тем, кто ко мне приходит на курс, я обычно отдаю книжку в подарок. Но я не за то, чтобы люди между собой конкурировали и говорили на разных языках. Я за то, чтобы все-таки были алфавиты. Пускай он будет не один, у нас в жизни тоже есть алфавит, есть кириллица, есть латиница, есть иероглифы. Но какая-то часть людей, которые в данной социальной группе взаимодействуют между собой, они пишут все-таки, например, на кириллице или на латинице. Или знают и ту, и другую, и уже могут каким-то образом читать на двух языках. Здесь то же самое. И пропасть между психологами и экстрасенсами каким-то образом надо в нашем обществе минимизировать. Потому что на сегодняшний день она есть. Она есть в лексике, она есть в отрицаниях, она есть в терминологии, она есть в определенных особенностях, поведенческих реакциях и так далее. Давайте дружить, господа! С вами была я, Наталья Зайцева. С вами была я, Наталья Зайцева.